как правильно молиться. В самом начале я хотел бы сказать, что я еще сам учусь молиться. И хочу обратиться к молодым, к молодежи, к тинейджерам. Если у вас еще жив ваш дедушка или ваша бабушка, я вам очень советую, спросите у них, как правильно молиться. Спросите у них, как они молились, когда они были молодыми. И потом расскажите им, как вы сейчас молитесь. Я думаю, что они, обняв вас, могут вам с любовью рассказать и дать много хороших, полезных советов. С одной стороны, кажется, для христиан, для верующих давно, для верующих с детства, кажется, все вопросы глупо задавать. Оно кажется все так натурально, естественно. Это как молиться, почему молиться. Мы все вроде бы знаем, мы с детства это делаем. И вроде бы как даже не стоит об этом размышлять. Но вы знаете, что я вспоминаю однажды, когда мы были на миссии. С одними неверующими людьми. Мы помолились с ними за пищу. Потом мы после обеда пошли с ними по улице. И у нас возникла какая-то проблема. И мы стали прямо на дороге и начали молиться об этой проблеме. Ну и помолившись очень коротко, мы закончили. И потом эти два или три неверующих парня начали молиться отче наш. Я им говорю, что сейчас не надо. Это не обязательно здесь, не обязательно вот в это время. У нас как бы есть, может быть, другой подход, порядок, когда мы это делаем. И меня они начали просто спрашивать, а почему, а когда можно молиться, когда нельзя, кому нужно обращаться, как нужно молиться. И они меня засыпали вопросами. Я признаюсь честно, что я вроде бы молился с детства и знал, что это такое, но на многие вопросы не знал ответа. И изучая просто Слово Божие, сегодня мы с вами пройдем на, думаю, очень знакомых для нас в местах Писания, которые говорят о молитве, которые говорят, как молиться, когда молиться, кому молиться и так далее. Вы знаете, что у нас есть свое понимание, что можно молиться или что надо молиться. Но еще есть версия Библии, о чем Библия пишет, о чем мы должны молиться. И вы знаете, что когда Иисус Христос, Он был на земле, однажды, наверное, очень резко и неожиданно, к Нему подошли ученики, Его апостолы, и сказали Ему, Господи, научи нас молиться. У меня сразу возникает вопрос. Ученики, апостолы, которые провели так много времени с Иисусом, которые слушали Его молитвы больше, чем все мы, и мы, которые, наверное, знали, как начинать, когда заканчивать, которые знали, наверное, все о молитве вдруг резко и неожиданно. Мы не знаем, когда точно они спросили Иисус, как надо молиться. И задали Ему вопрос, научи нас молиться. И однажды таким же вопросом задался и я. Знаю ли я все о молитве? Умею ли я? Или, наверное, там есть что-то больше и глубже? Первое, что такое молитва? Определение – это общение человека с Богом или с Божеством в форме прошения или поклонения. В самом начале мы с вами рассмотрим молитву «Отче наш», которая для всех нас знакома, и мы ее знаем наизусть. Я читаю из Матфея 6 глава, с 9 по 13 стих. Написано там так. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нам насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Я думаю, что вы уже, наверное, много слышали разных комментариев на эту молитву. Я ее разбил на пять частей. Можно больше, можно меньше, но пять таких главных пунктов, которые выделяет, я думаю, для нас Библия и Иисус Христос, которые мы должны брать для себя как пример в наших молитвах. Первое – это прославление или признание Бога и Отца. Второе – в этой короткой молитве очень ярко выделяется поиск воли Божьей. Третье – в этой молитве разрешается и дается, оставляется нам как пример, где мы имеем право просить у Бога что-то на наши личные земные нужды. Четвертое – это в этой молитве есть такой пункт, как просьба о прощении или, по-другому, покаянии перед Богом. И пятое, последнее – это просьба о том, чтобы Бог сохранил нас от искушений. Итак, вы знаете, что пять таких основных разделов, которые, я думаю, можно для нас взять в пример для нашей молитвы, когда мы молимся дома или в церкви. Но для тех, кто имеет английскую Библию, я хотел бы обратить внимание на маленькие детали. Если вы используете английскую Библию, если вы используете перевод на НИВ, то НИВ версия, НЛТ версия, то есть что-то потеряется. Я только что сейчас попробовал объяснить, что сегодня у нас есть много переводов разных Библий. Особенно их больше всего существуют на английском языке. И в этом есть опасность. И мы сегодня с вами увидим несколько только примеров. Например, версия НИВ – New International Version. Это самый популярный перевод Библии на английском языке, который сегодня используют почти или большинство молодежи. Как раз вот в этой версии и версии НЛТ у них отсутствует последний стих, то есть 13 стих. Или половина этого стиха, и вы можете это проверить прямо сейчас в вашей Библии. Там есть ключевые моменты, о которых нас учил сам Иисус Христос. Не просто предложил, а научил, как надо молиться, и дал всю основу, всю базу молитвы. И именно 13 стих. Verse 13 is missing something. You can find it out yourself. Но это еще не все. Следующий пункт, который я хотел бы, чтобы мы с вами задались вопросом, это где правильно молиться. И в Библии нам показывает три уровня. Первый – это в доме, молитвы, или по-другому в храме, в церкви. Дальше – в тайной комнате. Это второе место, где Библия говорит, можно молиться. И третий – это на всяком месте или везде, в любом месте. Марка 11 глава, 17 стих. И учил их, говоря, не написано ли дом мой домом молитвы, наречется для всех народов. Желание Иисуса Христа было, чтобы его дом, его храм, в то время, а сегодня это церковь, чтобы оно называлось домом молитвы. Или по-другому, чтобы оно соответствовало этому дому молитвы, чтобы все дышало молитвой, чтобы там, наверное, основным, ключевым принципом была молитва. По крайней мере, я верю, что такое было желание Иисуса Христа. Второе. Матфея 6 глава, 6 стих. Написано. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь твою, помолись отцу твоему, отец твой, который втайне воздаст тебе явным». Один только одно предложение. Попробуйте посчитать, сколько раз там написано «твой» и «твою». Ну, больше пяти раз, если вы берете полностью стих. Говорится очень конкретно и индивидуально о личном общении с Богом, о конкретном, индивидуальном персональной молитве, о которой никто не видит, не слышит и, возможно, не знает. Только ты и Бог один на один. Здесь не говорится о том, что общие молитвы отменяются, но здесь Библия, я думаю, нам ясно показывает на примерах Иисуса Христа, когда Иисус Христос оставлял всех, оставлял толпу, удалялся в пустынное место, и Библия подчеркивает несколько раз «один». Проводил вечер там один, проводил ночь в молитве один. То есть он молился и вместе с учениками, с народом, но у него была личная и персональная молитва всегда тоже. Третий пример. Первая Тимофея, вторая глава, восьмой стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Итак, мы с вами разобрали три места, места, о которых говорит Библия, где можно молиться. Дальше, следующий вопрос. Как часто молиться? Колоссянам 4 глава, второй стих написано, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». В английской Библии, в английском переводе написано, «Devote yourself», «Посвятите себя молитве». Даниил молился в Библии, мы знаем, три раза в день. Иисус, мы знаем, молился ночами. И так на вопрос, «Как часто?» Я думаю, что Библия здесь нам говорит очень тоже понятно, постоянно, всегда, в любое время, можно и полезно. Пятый пункт, «Как молиться?» Что на этот счет говорит именно Библия? Мы все были научены, как молиться. И мы все имеем какой-то маленький или большой опыт, как молиться. Но именно, как говорит Библия, как молиться. Итак, первое, что мы с вами прочитаем, это условия или важные детали в молитве, которые, я верю, что они важные, потому что они не случайно записаны в Библии. Матфея, 21 глава, 22 стих. Написано там так. И все. Чего не попросите в молитве с верою, получите. Вы знаете, что у Бога есть одна хорошая особенность. У Бога есть милость. Мы об этом знаем, верим и об этом пишет Библия. У Бога есть благодать. Это тоже незаслуженная милость. Но у Бога также есть и правила. И вот это одно из них. Всякая молитва. Когда вы просите с верою, когда мы верим в Бога и в молитву, то Библия говорит, что мы получим, и результат зависит от нашей веры. Второе правило или совет Библии, как молиться, Иоанна 14 глава, 14 стих. Написано, «Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю». Деталь. Попросите у Бога во имя Мое, то есть во имя Иисуса Христа. Об этом тоже нам говорит, учит Библия, и нам, верующим, не стоит это забывать. Молиться во имя Иисуса Христа. Иакова 4 глава, 3 стих. Еще одно правило, «Как молиться и получать ответ на молитву». Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть, по-другому, мотив для Бога очень важен. Мотив люди могут не слышать и не знать. И даже некоторые могут за вас подвязаться и с вами вместе просить и молиться, чтобы Бог дал вам ответ на вашу нужду. Но этот мотив люди не знают. Но от этого именно мотива зависит ответ, небо и результат. Просите не получаете, потому что просите на свои личные, вам выгодные причины. В английской Библии написано «for your own pleasure». Для вашего собственного личного удовольствия. И идем дальше. Матфея 6 глава, 5 по 7 стих. Еще есть один совет библейский, как правильно молиться. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Еще один библейский совет, как это правильно делать на практике. И вы знаете, что на основании этого стиха из Библии, я думаю, что не стоит ставить на Facebook, когда вы проводите ваше время личное утром с Богом. Потому что Библия говорит, что делайте это, не показываясь перед людьми. И еще одно очень интересное, написано в Библии, не будьте многословны, не говорите лишнего. Я честно скажу, я задумался. Молишься, молись. Кажется, чем больше, тем лучше. Правильно. Но здесь Библия предупреждает еще, не говори лишнего. Не будь многословен. Секрет успеха не в том. В английской Библии, в английском стихе написано, don't repeat your words again and again. Иногда у нас так бывает, что я даже думаю, что, наверное, кто меня слышит, как я молюсь, наверное, он, ну, хоть чуть-чуть моей молитвы может рассказать наизусть. Возможно, я это делаю по привычке. Возможно, я это делаю не со зла. Возможно, я просто это делаю искренне. Но Библия обращает наше внимание на то, как правильно молиться. Не перед людьми, не в многословии обязательно, не обязательно повторяя одно и то же. Еще Библия нам открывает некоторые советы, как правильно молиться. Это записано Даниила, третья глава, 17 по 18 стих. Там описывается история одного царя, который дал приказ о том, чтобы все люди поклонялись истукану или идолу. Мне эта история очень нравится, потому что я с моими маленькими детьми, это мы практикуем, строим истукана. Они поклоняются, потом друг друга бросают в печь. Это самый их прикольный момент. И они учатся, что истуканам, другим богам поклоняться нельзя. Но одно есть здесь маленькое, то, что меня лично сильно впечатляет. Эти молодые люди, которые отказались поклоняться этому истукану, идолу, которые верили в одного единого Бога, в которого верим и мы с вами, они молились о том, я думаю, чтобы Бог их спас и помиловал их. Потому что царь сказал, если вы это не сделаете, вы будете наказаны, вас убьют, вас кинут в огненную печь. Но мне нравится их ответ. Вот что они сказали. Бог наш, которому мы служим, Бог наш не тот, которого мы знаем, Бог наш не тот, которого мы в церкви вспоминаем, Бог наш не тот, которого мы помним, Бог наш, которому мы служим. У нас есть Бог, которому мы служим. Наверное, есть Бог, которому мы не служим, которого мы просто вспоминаем. Наверное, есть Бог, о котором мы вспоминаем, ходим, приходим. Но здесь написано, Бог, которому мы служим, Он силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей, Царь, избавит. Какое яркое, опасное заявление в лицо президента, царя того времени. Но дальше, 18 стих. Но, если даже не будет того, если не будет этого, то пусть будет известно тебе, Царь, что мы Богам Твоим служить не будем, и золотому истукану, которому Ты поставил, не поклонимся. Но, даже если Бог нам не поможет, даже если Бог нам не ответит, даже если наша молитва по каким-то причинам не будет, удовлетворена, знай ты, Царь, пусть знают все окружающие, пусть знают все зрители онлайн, я все равно своего Бога не откажусь. Вот это образцовая молитва. Вот это, мне кажется, пример для подражания. Вот это люди, которые умеют правильно молиться. Знают силу молитвы, потому что они попробовали объяснить этому Царю, что Царь, знай, что этот огонь для нас не страшный. И ты знаешь, что Бог нас может спасти, но даже если не спасет и не поможет, мы все равно от Него не откажемся. Из этого я хочу сделать еще один практический вывод, что мы должны молиться Богу и при этом помнить и осознавать, что ответ может быть от Бога не такой, как мы ожидаем. В этом бывает наше часто разочарование, боли, вопросы, это колебает нашу веру, мы ходим за советами, но когда мы идем к Богу в молитве и при этом мы готовы принять тот ответ, который не обязательно нам понравится, не обязательно нам понятный, но мы все равно идем и молимся. Вот советы Библии, как молиться на практике. Следующий вопрос, это о чем нужно молиться на основании Библии? И здесь я предлагаю вам небольшое упражнение, такой exercise. Попробуйте сами для себя написать или вспомнить в голове, как вы думаете, сколько вы можете. Я для себя сделал такое упражнение. Сколько мы можем написать причин, о чем Библия очень-очень прямо говорит, об этом молиться надо. Не просто мы думаем, мы помним, но об этом Библия говорит, надо молиться, это важно об этом молиться. Сколько пунктов вы сможете написать? Наверное, было бы лучше, если бы я мог дать вам время, вы бы написали. А потом мы с вами прошлись по Библии и сравнили, сколько у нас их всего получилось. Итак, я все, о чем Библия призывает, что надо молиться, я разбил на три категории. Первая категория – это молитва о себе. Вторая категория – это молитва о других людях. И третья категория – это молитва о структурах. И я это все объясню. Итак, первый раздел этого подпункта, о чем молиться на основании Библии, это о личных нуждах. Филиппийцам 4 глава 6 стих написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Библия дает нам право, дает нам совет. В Библии написано, просите и дано будет вам. Мы знаем, что мы христиане имеем большую привилегию обращаться к Богу в своих личных нуждах и проблемах. Я считаю это величайшим преимуществом. Люди, которые не знают Бога, не верят в Бога, когда в их жизнь, семью приходит тревога. Им хочется сброситься с моста, им хочется повеситься. У них нет других вариантов и выходов у нас есть. Этим надо ценить. У нас есть надежда на Бога. И здесь Библия говорит, открывайте свои желания, лично ваши желания пред Богом. Мы имеем на это право. То есть первый пункт, о чем можно молиться, это о личных своих нуждах. На основании Библии. Второй. Чтобы не впасть в искушение. Матфея 26 глава, 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще один пример. Луки 22, 40 стих. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И как пример, молитва Отче наш имеет этот же самый базовый элемент. Молитесь о том, чтобы не впасть в искушение. Я не знаю, как часто вы, мы молимся о том, чтобы Бог хранил нас и детей наших от искушений. Я знаю, что мы это делаем автоматически, по привычке, когда мы молимся молитвой Отче наш. Но если мы, сами, я, стал и молюсь, то Библия призывает в нескольких местах из Библии минимум три примера, где Библия говорит, молитесь о том, чтобы вам не впасть в искушение. Чтобы Бог нас от этого сохранил. Третье. Библия призывает нас о том, чтобы мы молились о том, чтобы мы могли исполнить Божью волю. Для этого стоит добавить, вначале нужно эту Божью волю узнать. Чтобы ее узнать, правильно сказать, что для этого нужно Божью волю спросить. А чтобы ее спросить, об этом нужно помнить и ценить, что Божья воля для меня важнее всего. Я иногда молюсь, Господи, помоги мне не забывать спрашивать Твою волю. Потом я говорю, Господи, помоги мне узнать Твою волю. И третье. И дай мне силы выполнить Твою волю. Луки 11 глава 2 стих написано. Когда молитесь, говорите, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И здесь я снова хочу сказать для тех, кто читает Английскую Библию. Если вы используете НИВ версию, если вы используете НЛТ, то это не что-то. Большое время. Верс номер 2. Я снова сказал ту же самую мысль, что если вы используете другие переводы Библии, а сегодня их есть очень много, только Нью Кинг Джеймс имеет все элементы молитвы, которые описаны в Библии. Пусть это слушают все наши зрители. Нью Кинг Джеймс is the only version. Единственный перевод Библии, который имеет все элементы Библии, у которых учил Иисус Христос, все, что касается молитвы. Луки 11.2, если вы дома сможете, проверьте. У них отсутствует момент, да сбудет воля Твоя. Your will be done, it's missing. Я думаю, что это не случайно, вот эти все такие моменты, модерные, современная такая техника, где по чуть-чуть убираются слова, убирается смысл, убирается главная мысль, о которой Иисус Христос учил. Нужно молиться о том, чтобы исполнилась воля Твоя. Молитесь, что да придет воля Твоя. И здесь этой мысли нет, ее убрали. Молись о том, чтобы пришла воля Твоя. Так, наверное, надо думать. Но я уверен, что это очень, очень важные детали, которые сегодня украдены у нашей молодежи. Вот почему я думаю, что стоит исследовать Писание, и стоит именно этим инструкциям следовать. Еще есть пример Иисуса Христа, Матфея 26, глава 42 стих, где Он точно так же молится о воле Его. И говорит, но да будет воля Твоя. Христос, Он дал нам пример, что часто в жизни Иисусу тоже, когда Ему было больно и тяжело, когда Он молился в Гефсимании, Он просил, Господи, если можно, чтобы я не проходил эти трудности. Если можно, чтобы эти проблемы в моей жизни не приходили. Если можно, чтобы эта болезнь, мои дети не болели. Но потом Христос все-таки делает выводы и говорит, нет, Отче, пусть будет воля Твоя. Хоть и трудно, но пусть будет воля Твоя. Потому что Библия говорит, что воля Божья, она благая, она угодная и она совершенная. В английской Библии написано, it's perfect. The will of God, it's perfect for your life. Если мы часто говорим, nobody is perfect, то Библия говорит, the will of God, it's something perfect that you can obtain for your life. Воля Божья, это есть лучшее. Как ты можешь жить и в ней оставаться. И когда мы говорим, что мы хотим эту волю исполнять, я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над тем, как мы эту волю и как часто мы волю Божью спрашиваем. Например, на работе, например, при покупке чего-то, например, при решении каком-то, например, когда мы строим свои планы, поездки и календарь, как часто мы спрашиваем Божью волю на практике. Вы знаете, что в Библии написано, что для жены глава муж, а для мужа глава Христос. И я вижу, что на практике я встречал и знаю, что это работает. Жена спрашивает волю мужа, так как она почитает и признает, что муж глава. И жена у мужа спрашивает, дорогой, можно ли мне покупать коляску за 800 долларов или нельзя? Если вас удивляет то, что коляска сегодня стоит 800 долларов, это всего лишь потому, что вы ее, наверное, давно покупали. Или же есть еще одна такая система, штука, которая называется лицо книга. Лицо книга переводится как Facebook. Там, где дают все новости, какие есть коляски, по каким ценам, какая самая крутая вышла и у кого она уже есть в нашей церкви. И поэтому часто вот на такие моменты оно, понимаешь разумом, что оно как-то дороговато, и ты начинаешь спрашивать волю мужа, можно ли куплю коляску за 800 долларов. И муж принимает решение и говорит, да или нет, советует или не советует. Или если жена хочет поехать в отпуск на вакейшн с семьей, с мужем, она приходит к мужу как к главе и спрашивает его волю. И говорит, можно ли, ты думаешь, дорогой, я хотела бы, чтобы мы вот в эти числа, давай поедем куда-нибудь отдохнем. Мы строим планы, и она спрашивает волю мужа. И муж отвечает. На практике это легко и понятно. Но я хотел бы обратиться к нам, к мужьям сегодня, к мужчинам. Если для нас глава Христос, как мы на практике спрашиваем Божью волю. Когда последний раз, когда мы покупали что-то, мы у него спрашивали. Мы просто берем деньги, берем кредитку и покупаем. Мы таких вопросов не спрашиваем. Жена, она должна спрашивать, потому что я глава, для нее нормально у меня спрашивать. Но мы как мужья понимаем, что у нас есть глава, Христос. Мы не отрекаемся, что Христос глава, но мы у него очень часто не спрашиваем. Однажды я слышал одно свидетельство, как ехала одна молодая семья покупать матрас. И спросила у Бога, Господи, есть ли на то Твоя воля, чтобы я купил матрас? Боже, пожалуйста, пошли мне в суперхороший дел, хороший магазин, хорошего вот этого sales representative, чтобы у меня это получилось. Я сидел так и думал, думаю, ну странно. Занятый Бог важными делами. Ты к нему тут с каким-то прицепился матрасом. Не думаешь ли, что у него там поважнее все-таки есть делишки, чем матрас тебе приспичило? Но я увидел в этом позитивный пример. Человек, который руководствуется и спрашивает Бога, главу, абсолютно все. Вы знаете, что я верю, что вам этот пример запомнится с матрасом, потому что я на всю жизнь запомнил. И теперь, когда еду покупать матрас, сразу вспоминаю. Потому что были случаи, что и неудачный купил. И я думаю, для нас это пример, когда мы что-то делаем, покупаем, Господи, есть ли на то Твоя воля. Можно купить и без Его воли. Можно. Но, правда, лучше купить по Его воле. И спросить Господь, если есть на то Твоя воля сейчас или попозже, какой именно выбрать? Дай мне мудрости. Ты же знаешь, как тут эти sales people, как они работают языком, а как наши уши слушают и внимают. Господи, помоги разобраться. Или когда мы строим планы, календари, поездки. Господи, есть ли на то Твоя воля? Это доказательство, что Христос наш глава на практике, когда мы у Него спрашиваем все. Ну, хотя бы минимум то, что у нас жена спрашивает, точно так же мы не меньше спрашиваем у Иисуса Христа. Мы как мужья. Ища Его воли в нашу жизнь. Еще о чем пишет Библия, правильно и нужно молиться, это мудрость. Иакова 1 глава 5 стих очень прямо написано. Если у кого не достает мудрости, я понимаю, что мы все мудрые. Но здесь Библия говорит, на всякий случай, вдруг, но вдруг, если не достает мудрости, то Библия советует, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков. И кажется, да, сколько можно ошибок избежать, просто вот исполнять правила. Как Библия говорит, о чем правильно и полезно молиться. Ask for wisdom every day, daily. Дальше, о чем Библия говорит, что нужно молиться. Луки 22, 32 стих. Пример молитвы Иисуса Христа. Он рассказывает, но я молился о тебе, это говорит об апостоле Петре, чтобы не оскудела вера твоя, и чтобы ты, никогда не обратившись, обратившись, утверди братьев твоих. В английской Библии написано, I have prayed for you that your faith may not fail. чтобы твоя вера не провалилась, не проиграла, не уменьшилась, не оскудела. На основании этого стиха мы можем сделать вывод, что оказывается, наша вера, она может колебаться. Она может быть сильной, средней, слабой, очень слабой и так далее, как это и было в жизни апостола Петра. Я думаю, что это тоже один хороший совет, о котором мы тоже можем молиться и обращаться к Богу. И так мы с вами прошли вот этот раздел, который я назвал «Молитва о себе». Все, что сейчас мы перечислили на основании Библии, это все было о себе, то, что нам надо и полезно на основании Библии. Следующий подпункт, о чем Библия советует молиться, это о других или о других людях. Первое, Библия советует молиться нам друг за друга. Это написано Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». И здесь Библия говорит нам о том, что есть сила в исповедании. Исповедание перед Богом, сегодня об этом говорил пастырь, и исповедание перед друг другом, которое имеет силу и дает нам шанс на прощение и на исцеление. Молитва ближнего, и в Библии английской написано «innocent» или «righteous person», то есть праведного, невиновного человека, имеет силу в глазах Бога. Дальше. «Молитесь о...» Это следующий пункт. «О других...» «О проклинающих вас, о обижающих вас за ваших врагов». Об этом написано Луки, 6 глава, 28 стих. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Молитесь за обижающих вас. Представьте себе картину. В разных церквях бывает или на общем служении, или на молитве приходят записки, нужды, где люди просят о чем помолиться. Читаем. «Помолитесь, пожалуйста, у меня предстоит операция за здоровье. Спасибо, помолимся. Помолитесь, пожалуйста, о спасении моего сына, чтобы он пришел к Богу. Спасибо, помолитесь. Помолитесь, пожалуйста, об одном брате, который меня очень сильно обидел, но просто сильно убил. Прошу всю церковь, пожалуйста, давайте от всей души благословим его, его дом, всех его внуков, детей, имущества и бизнес. Помолимся потом. Правда, у нас таких записок даже не поступает и нужд. У нас обычно все больше, что к нам, а других, если и у других, ну, если что-то заболел, болит, то оно по-любому как-то автоматически жалко. Даже призывать не надо. Если оно, ну, такой человек немощный, помолиться. А если человек такой здоровый и так хорошо тебя обидел, ты так на него смотришь и за него еще молиться, еще других подключать, кажется, а, тут так трудно как-то получается. Наверное, из всех молитв, которые Библия советует, наверное, самое трудное. Молиться за тех, которые нас обижают. Но это еще не все. Матфея 5 глава, 44 стих. Написано, А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вам вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И здесь снова, если вы используете английскую Библию, NIV, NLT, переводы, эти переводы у них полностью отсутствует этот библейский принцип о том, что нужно молиться за врагов, о том, что нужно молиться за обижающих людей. Только New King James Version имеет все элементы, о которых учил Иисус Христос. Все, что касается молитвы. New King James. Love your enemies and pray for those who persecute you. Bless those who curse you. Do good to those who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you. В других периодах Библии это отсутствует. Молиться за тех, кто вас обижает. За тех, кто вас ненавидит. Там отсутствует такой принцип, как делайте добро, кто вам делает зло. Там просто написано любите, молитесь, все в общем. Но я верю, что там не должно быть все в общем. Там очень все так специфик, очень детально и конкретно. Кто вам делает зло, вы делаете добро. И кто вас обижает, за них молитесь. И за врагов обязательно молитесь. Есть два варианта. Первое, что мы за них, кто нас обижает, не молимся, за врагов не молимся, потому что нету желания за них молиться. Второй вариант, мы можем сказать, слава Богу, у меня врагов нет. Но вы знаете, там есть что-то поглубже. Врагов нет, но есть люди, которые, их нельзя назвать врагами, но и друзьями не назовешь. Или, как говорят, одного такого друга, то и врагов не надо. А вот как с такой категорией быть, за них молиться, не молиться, благословлять, не благословлять, как на 50% их делить. И здесь еще не все. Знаете, бывают, есть такие люди, с которыми мы просто ну не согласны, в корне не согласны с их решениями, с их поведением и с их поступками. Они для нас не враги. Но мы их так, с такой болью вспоминаем, особенно их дела и поступки, что ну никак не получается помолиться за них, чтобы их Бог благословил. Вроде бы и хотел, и хотел сказать, Боже, благослови, а сказал, Боже, вразуми. Хотел сказать, Господи, прости, а сказал, Господи, ты ему покажи. И оно не получается. Старайся, понимаешь, открываешь эту Библию, читаешь, хочешь помолиться за всех родных, все получилось. Но вот за обижающих, за обижающих, ну за обижающих, как же за них благословлять и молиться. Вы знаете, что я пробовал, скажу вам честно, странное чувство. Трудно это выполнить и сделать на практике. Как-то настраиваешься, молишься, потом сначала начинаешь, restart all over again, как-то ловишь себя на мотивах, на том, на сём, потом как-то достал, откопал, что, а может, ты не простил, а может, не може, а без може, и так дальше. И там накопал, нарисовал себе картину, разложил себе. Так, давай начинай с покаяния сначала, так молись, потом благодари Богу, что Он тебе вообще-то помог открыть и понять, а потом давай собирайся силами, будем молиться за врагов, за обижающих, начинаешь их благословлять, встаёшь с молитвы, такое чувство, такое чувство, как будто ты 50 паундов потерял, без никакой диеты, так встал и так легко, так здорово себя чувствуешь. Просто последовал одному совету из Библии, как нужно молиться и о ком нужно молиться. И теперь остаётся только спросить у нас самих, о ком мы молимся, как мы молимся. Честно признаюсь, что я сам из себя удивляюсь, я только сказал половину своей проповеди. Но есть хорошая новость, я вторую не буду говорить сегодня. Я знаю, что у вас у всех есть часы, но я так думал, что мы так легко, так раз и всё пройдём, вроде бы кажется, для нас верующих это так всё понятно и просто. Ну, для сегодня, я думаю, для каждого из нас, и для меня в том числе, я думаю, это было хорошим напоминанием о том, как Библия учит нас молиться. Вы знаете, один вопросик, который я хотел задать в конце, и не могу его задать сейчас, но я его обязательно задам, если ещё будет вторая часть, это сколько вы пунктов написали, о чём Библия учит, надо молиться. И мы же с вами их прошли не все, но я уже вам одну подсказку наперёд даю, там их много, много, где Библия нам конкретно говорит, о чём надо молиться. Сейчас я предлагаю, чтобы мы все встали и помолились Богу и поблагодарили Его за то, что Он нам всё так детально объясняет в своём слове и учит нас, во благо нам, чтобы мы получали благословение через наши молитвы.